Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета Садовод». Розы любят все, но чтобы розы порадовали нас своим ярким цветением, необходимо сначала порадовать их. А именно правильно выбрать место для посадки, внести все необходимые удобрения в почву, а затем правильно и вовремя подкармливать, при необходимости поливать. Впрочем, обо всем этом сегодня наше видео. Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе места для посадки роз – это освещенность. Розы – растения светолюбивые, и поэтому при посадке для них выбирают открытые и хорошо освещенные места, и желательно защищенные от ветров. В тени, какие бы удобрения мы не выносили, розы будут расти медленно, слабо цвести, образовывать длинные и тонкие побеги. Кроме того, в тени розы чаще подвергаются нападению вредителей и различным заболеваниям. И очень важно, чтобы уровень грунтовых вод был не выше 80-120 см. Корневая система привитых роз может проникать в глубину более 1 м. После правильно выбранного места необходимо подготовить почву и приступить к посадке. Большое значение для роз имеет кислотность почвы. Розы предпочитают слабокислую почву, где PH от 6 до 6,5 см. Посадку роз производят весной до начала сокодвижения. Посадочные ямы выкапывают глубиной 60 см, диаметром 70 см. На плодородных почвах можно делать ямы меньших размеров. В почву уносят перепревший навоз или компост по 5-6 кг, 60-80 г суперфосфата и 10-20 г калийных удобрений. Если почва кислая, PH ниже 6, то в почву вносят известь или доломитовую муку. Но это лучше сделать осенью, а все остальные удобрения внести при посадке. При одновременном внесении известковых и фосфорных удобрений часть фосфора переходит в труднодоступную для растений форму. В подготовленную почву производят посадку роз. Глубина должна быть такой, чтобы свободно, без загибов разместить корешки. У привитых саженцев место прививки необходимо заглубить сантиметров на 6-8 см. Если почва хорошо заправлена, то подкормки в первый год производить не следует. Но начиная со второго года без подкормок яркого цветения садовых роз, с ремонтантным цветением, таких как розы чайно-гибридные, грандифлора, флорибунда, миниатюрные и полиантовые, не добиться. За сезон побеги у них отрастают 3-4 раза, выбирая элементы питания. За сезон проводят не менее 4 подкормок. Первую весной, когда активно начинают нарастать побеги. Подкормку можно сделать раствором кровяка с добавлением минеральных азотных удобрений. На 10 литров воды кровяка 1 литр, карбамида 15-20 г. Вторую подкормку проводят после окончания первого цветения. В такой же раствор добавляют фосфорные и калийные удобрения 20-30 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия. Таким же составом можно провести и третью подкормку после второго цветения. Подкормки можно производить и чаще, соответственно уменьшая дозу удобрений. Если нет возможности приобретать коровяк или птичий помет, можно подкормки производить только минеральными удобрениями. Для подкормок роз, да и других цветочных культур удобно и эффективно применять минеральные удобрения для клумбовых бонафорта. Удобрения содержат полный комплект веществ, необходимых для полноценного и сбалансированного питания растений. Макроэлементы – азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы – бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт, а также комплекс витаминов и янтарную кислоту – стимулятор роста. Жидкое минеральное удобрение для клумбовых бонафорта можно использовать для корневых и внекорневых подкормок. Мерный колпачок позволит легко приготовить рабочий раствор необходимой концентрации. Одной канистры хватает для приготовления 225 литров рабочего раствора. Четвертую подкормку делают в конце сезона, из подкормочного раствора исключают азот. Азот стимулирует рост побегов, а в конце сезона розы готовятся к зиме. Укрепляют растения и повышают зимостойкость фосфор и калий. Осенью по поверхности почвы равномерно разбрасывают компост или перегной по 3-4 кг, 50-60 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия, после чего удобрения обязательно заделывают в почву перекопкой. В сухую погоду не забывайте поливать розы при пересушивании почвы. Растения не получают влагу и вместе с ней элементы питания. Розам нужны обильные, но не частые поливы один раз в неделю. При этом необходимо пропитать весь корнеобитаемый слой почвы. В список мероприятий по уходу за розами необходимо добавить прополки, рыхления. На зиму розы укрывают, но об этом мы поговорим позже. А я благодарю вас за внимание, за ваши лайки, комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал и при этом не забудьте нажать на колокольчик. А я желаю вам цветущего сада, хорошего урожая, но самое главное всем мирного неба над головой. Удачи вам!